В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В Черкесии небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днем 14-16 градусов тепла. Сегодня Международный день театра. Этим утром у нас в гостях молодая актриса русского театра драмы и комедии, выпускница ГИТИСа Марья Мхалкечева. О том, чем был обусловлен выбор профессии, какая роль для нее самая значимая и чьей игрой эта артистка вдохновляется. В эти минуты в нашей студии Марья М расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Марья. Доброе утро. Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Ты у нас первый раз. Спасибо. Ты молодая актриса. А сегодня день театра международный. С чем я тебя поздравляю? Спасибо, спасибо. Марья, я хочу сказать нашим зрителям о том, что ты не просто актриса, ты выпускница ГИТИСа, а также театрально-музыкального колледжа имени Галины Вишневской. Как ты стала актрисой? Чем вот этот обусловлен был выбор профессии? Это все случайно, потому что я всегда пела и хотела петь, и поэтому поехала в Москву поступать в колледж Вишневской. И там я первый, второй, третий курс честно училась петь профессионально, но там же был еще такой предмет, как актерское мастерство. И, как правило, как это получается? То, что у тебя лучше получается, то, что легче идет, вот к этому ты и тянешься. И, в общем, произошла такая переоценка ценностей. В общем, ты перетянул себя театр. А вот каким словом ты можешь охарактеризовать, ну, одним-двумя словом театр? Я думаю, что это свобода. Да, свобода, потому что мы, играя роли разные, абсолютно можем себя поставить в разные ситуации, которые могут в нашей жизни не произойти. Не быть. Какие роли тебе лучше удаются? Отрицательные, положительные? Что тебе нравится играть? Как правило, красивые девочки почему-то любят играть в злодеек. Им это больше нравится почему-то. Хотим играть что-нибудь посложнее, наверное. Каждый раз мы себя испытываем, думаем. Но если играть все время героиню, у них, в принципе, все вот как-то по одной стороне идет. Хочется себя все время испытывать как-то. Спектр чувств вот этих показать. Да, эту палитру всю, да, весь диапазон. Я, нет, я люблю все-таки более положительные, да. Ну, они мне ближе просто, как-то на меня, наверное, больше. А какая самая значимая роль вот в твоей карьере? Пять-шесть лет ты уже в театре, правильно? Да, да. С 16-го года я в русском театре под руководством Биджива Хасана Кубыча. Самая значимая, это, наверное, первая. Она вот, да, запомнилась. Да, на всю жизнь, потому что это был такой стресс, неопытная. Только пришла и сразу... Идет. Да, такой крупный еще спектакль, Мольера. Мы играли тортюв. Классика. Классика, да. И приехала режиссер, молодая девушка Анна из Питера. И вот новый коллектив, уже опытные люди. И сразу роль. И мне было, да, очень страшно. Но в процессе и поддержка от всех я, да, полюбила. Полюбила этот спектакль. Он был очень успешный. Мы с ним съездили в Москву на фестиваль арт-миграции СТД. Организовывал. Еще раз поздравляю тебя с Днем театра. Я желаю тебе, конечно, творческих успехов. Творческого долголетия. Спасибо, что была сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале России. Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова